Открытая сцена Тольцов стала и главной площадкой для уже четвертого фестиваля русской оперы. В этот раз артисты из разных городов и стран собрались на берегу Ангары, чтобы представить публике оперу Петра Чайковского и Евгения Онегин. Конечно, события посвятили 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Представьте себе, это единственный фестиваль русской оперы в нашей стране, хотя я думаю, что, возможно, после такого грандиозного масштабного фестиваля появятся еще фестивали. Но это за счастье, потому что славить великую русскую музыку мы буквально обязаны. Это же большое количество приглашенных артистов, певцов, и все мы должны вместе приехать и жить в одном городе. Это такая уникальная лирическая опера, в ней столько романтики, драматизма, жизни, вот этой юности и молодости, первой влюбленности. И сама музыка, она бесконечно роскошно красивая. И я сейчас хожу на репетиции, слушаю певцов, оркестр и понимаю, что с каждым разом я эту оперу люблю все больше и больше. Она величайшая опера. Семнадцатого или шестнадцатого года, каждого года пою. Каждую партию нужно долго учить, репетировать. Доброе, онегина я не успел долго. Чайковский просто сделал такую музыку, она не как Верди, не как Пучини. Просто все так по-другому идет, у синкопами, просто музыка плавает. Я люблю публику в Иркутске и умные люди, которые понимают искусство. Онегин похож на Дон Живане, но чуть-чуть получше. В мире только 3% людей слышит, говорит, оперу. И я уверен, что в Иркутске и в России есть больший процент, чем в мире. Я сам из Узбекистана, но живу в Москве, работаю в центре оперного пения Галины Павловны Вишневской. Я уже тут 5-й день, получается, тут. И мы уже познакомились, все успели подружиться. Только сегодня вот маэстро, дирижер прилетел. И для меня волнительно, первый раз сейчас будем с ним репетировать все сцены. Когда в прошлом году у нас в центре оперного пения Галины Павловны Вишневской был премьер оперы Евгения Онегина, я тогда первый раз исполнил эту партию. Поскольку это природа и поскольку это, скажем так, стихия, результат на 100% он никогда не будет предугадан. Поэтому здесь самое главное – это, во-первых, настроение, это общее стремление к музыкальной и художественной правде и у артистов, и у солистов, и у оркестров, и у хора. Симфонические оркестры все-таки не играют оперу в таком большом количестве. Поэтому, конечно, какие-то вещи, они сложноваты в первую очередь, потому что вот эти вот два с половиной часа чистой музыки, ты должен знать не только свою партию, а ты должен прекрасно знать, что поет каждый из солистов. И вот тогда получается вот настоящий аккомпанемент. Вот это сложно. И как раз-таки вот на это в оперном театре уходит огромное количество времени, чтобы была вот эта гибкость определенная. Ну, здесь у нас, получается, что больше всего ответственности, она, конечно, на дирижере, на солистах. Ну, я надеюсь, что все с научностью растется. Я думаю, что задача любого филармонического направления как раз-таки сделать так, чтобы в своей жизни хотя бы один уважающий себя человек хотя бы раз в жизни посетил оперу. Как будто у тебя волшебная палочка, и ты переместился с одного места в другое. Ты сейчас современная, тут раз и в 18 век, да, раз и в какую-нибудь там царскую эпоху. То есть это богатый опыт такой, невероятный опыт, я бы сказала. Академическую музыку надо обязательно слушать, потому что именно она исцеляет дух народа. Она возвышает, потому что выше этой музыки, ну, пока что еще ничего не придумано. Обычно оперная музыка, голоса восхищают тогда зрителя, когда он слышит это близко, воочию и может соприкоснуться. Например, если я сделаю... Ну, все, вы любите оперу. Спасибо вам. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok